приветствуем вас на канале раиса горяченко дача сад огород цветы у александра федоровича в руках сапка и мы на грядке с картофелем что мы делаем сегодня картофель уже подросла отлично вот на цвет бросает картошечка и будет земля у нас пушистая после обработки тракторцом и теперь что теперь надо подгорнуть а подгорнуть аккуратненько можно сапкой вот земля пушистая это не спеша вот и подгортаем получается хорошо картошка будет подгорнутая но это не последний же вариант это для чего мы делаем это для того чтобы подгорнем всю эту картошечку а потом опять мотоблок запустим и плугом пройдем и еще сделаем полку для капельного и землю еще спущим а ну да полочки нужны для капельного рашения обязательно сегодня уже луна без курса уже выход луны подготовка луны к переходу в знак лев мы очень аккуратненько эту работу проводим не вредим ни корням ни листиков листикам поэтому очень хорошо вот эту работу и обещает у нас еще и даже дождик но пока сухо вот такую важную работу проводит александр федорович ну а продолжение этого целый целые эпопеи сериала будет чуть-чуть через пару секунд как красиво вчера завершено завершено окучивание сапкой ну а сегодня александр федорович специально вчера так старался чтобы все сделать что сегодня делаем мы интересное что то есть рассказала как слабо я аккуратненько так земля пушистая очень очень под этим подготовили и и я знаю что это под сапкой подгорнули окучивание сделали такое во первых высоко подняли корневая система больше нарастала и когда картошка вырастет сапонат не так заваливалась ну и там в земле и как раз формируется все эти все картофелины много корневая система как томатов для корневой системы так и мы картошку так и сама подгорнули а сейчас что мы делаем пройдем трактором сузили крылья плуга для того чтобы немножко спушить и приподнять ее подготовка для второго прохода сейчас мы пройдем плугом суженным а потом покажем для чего дальше будем что делать то есть очередной раз идет спушивание сначала земли все что там внизу забито все поднимается делается воздушным ну а дальше посмотрим хорошо я заведу давай первый раз спушил землю вон там прекрасно получается есть влага внизу а теперь смотрю крылышки снова распущены да мы опять развели крылышки плуга и что получается получается что земля раздвигается и уплотняет немножко увеличивает увеличивает длину корча она как будто еще дополнительно обгортает то есть это дополнительное окучивание да такое получается еще больше земли чтобы больше урожая было и еще один плюс полочку делаем вот сейчас полочка вот красиво полочка для капельного орошения но мы дойдем до последнего прохода в общем это не один будет да вот это сейчас сделаешь и можно будет капельное орошение уже устанавливаем как раз ответим на вопрос как мы пользуемся капельным орошением хорошо ну что ж тогда поехали дальше крылышки на взлете и полетим тяжелый это труд но это лучше чем сапкой сапкой так не сделаешь красиво работа по созданию полочек окучивание завершена и как раз после этого через полчаса начался дождь сильный ветер и посмотрите наш картофель весь стоит в рядочках не повалился если раньше это было у нас заваливался на бок то сейчас вот картофель плюс ко всему еще вот это окучивание завершающие дало вот такую уникальную возможность нам сохранить картофель стоя и вот в этих полочках которые мы создали будут расти картофель но по бокам мы уже расскажем отдельно как мы будем устанавливать ленты капельное орошение как будет работать полив раиса горяченко александр волик завершили сегодняшнее видео прощаемся с вами всего самого доброго до новых встреч новых видео пока пока